Противостояние двух крупнейших вузов Мордовии, МГУ и МГПИ, вызывает повышенный интерес, в каком бы виде спорта оно ни происходило. Минифутбол не исключение. Именно эти две команды в последние годы соперничали в борьбе за право представлять Мордовию на всероссийском финале федерального проекта «Минифутбол в вузы». Однако в этом году в спор за единственную путевку включились также сборные Российской правовой академии и кооперативного института. В студенческом отборочном чемпионате, который организовала Ассоциация Минифутбола Республики Мордовия, РПА едва не обыграла чемпионов последних лет из МГПИ 4-4, а СКИ и вовсе одержал победу над МГУ 5-4. Таким образом, перед дочным противостоянием огаревцев и евсевьевцев в заключительном туре ситуация в таблице была предельно запутанной. Любой результат, кроме победы МГПИ, оставлял хорошие шансы на золотые награды футболистам СКИ. Неудивительно, что при таких высоких ставках игра получилась нервной и напряженной. В таких случаях немалую роль обычно играет удача, которая в начале игры была явно на стороне евсевьевцев. Пропустив первыми, они взвинтили темп и ответили тремя точными ударами, причем два мяча из трех, влетели в ворот огаревцев после обидных рикошетов. В обоих случаях удар наносил Тимур Раимов. Я играю в третьей лиге за команду «Химик Август» и учусь в Мордовском государственном педагогическом институте, поэтому приезжаю и помогаю институту. Как правило, такие игры всегда проходят жаркими, так сказать, поэтому без этого никуда. Надо отдать должное огаревцам, которые не опустили рук и сумели вернуться в игру. Отчасти в этом им помогло удаление в составе соперников, после чего МГПИ на две минуты остался в меньшинстве. Реализовать лишнего удалось на исходе штрафного времени, и счет сократился до минимума. А после того, как действующие чемпионы растранжирили несколько выгодных моментов, включая пенальти, показалось, что МГУ сумеет отыграться. Но ошибки в обороне и частые фалы перечеркнули все усилия в атаке. Евсевьевцы сначала наказали с игры, а точку поставили с 10-метрового дабл-пенальти. Итог победы МГПИ в матче 5-2 и турнире в целом. В мае Евсевьевцы в третий раз подряд представят Мордовию на всероссийском финале проекта «Минифутбол в ВУЗы». Наша задача выступить лучше, чем в прошлом году. Мы были, конечно, в числе 40, а сейчас, конечно, хотелось бы войти. Хотелось бы, конечно, в десятку войти. Мы знаем, что это будет очень сложно, но будем к этому готовиться. Всегда нужно ставить самые высокие цели, чтобы их потом добиваться.